приветствую дорогие друзья и подписчики зовут меня борис сизов основатель компании котлов компании уже 13 лет успешно мы работаем на рынке так было не всегда и сегодня речь пойдет о истории компании о том как мы компанию стандартизировали зачем мы это сделали к чему это привело какими мы были и как мы стали одними из лидеров отрасли да я думаю что наш опыт пригодится многим кто собирается раз навсегда решить все вопросы с бизнесом тот кто задумывается как масштабировать как это сделать экологично через франшизу или какими-то другими способами сразу скажу что франшиза вариант оказался не рабочий это больше для вымогания денег поэтому пошли своим путем и я уверен что наш опыт вам более чем пригодится вот для того чтобы не пропустить интересные видео о том как стандартизировать предприятие как масштабироваться как масштабироваться качественно чтобы ваши филиалы выдавали такого же качества но такой же качественный продукт как и вы сами делаете да как делегировать как настроить компанию подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик наше видео не пропустить следите за нами в соцсетях да и я уверен что вы для себя найдете что-то важное и в итоге эти все свои вопросы решите итак давайте начнем историю я начну с 2015 года компания начала работать с 2009 года и к 2015 году я уже вытащил одну организацию из банкротства вот причем банкротами мы стали впервые с оборотами под 100 миллионов в год по у нас расходы перекрывали наши доходы то есть причем все это было там где-то товар на складе залежала и не оборачивается вся прибыль у нем зависала кредитные деньги когда отдаешь они вынимаются самого оборачиваемого товара остается самый неликвидный потом не на что торговать вот проценты по кредитным деньгам съедали часть нашей прибыли то есть мы я был таким большим крутым важным руководителем но мы работали работу ради работы вот в итоге настал 2015 год это помните первый кризис когда доллар стоил 35 рублей резко стал стоить там 75 по моему там паника на рынке началась вот но к тому моменту я уже настроил первое предприятие зарабатывал хорошие деньги мне стало скучно и я думал как масштабироваться как приносить пользу более масштабно и принял решение переехать семьей в город челябинск там у нас было предприятие компания котлов и она как раз находилась стадии банкротства то есть я думал что быстренько его настрою там не будет оттуда капать зарплата и я буду заниматься там еще другими бизнесами с нашими учредителями хотел стать поближе к ребятам стать нужным полезным то есть таким образом решить свой вопрос с доходом с масштабностью и в общем я переехал в челябинск пятнадцатом году предприятие сразу скажу принял я в очень плачевном состоянии расходы перекрывали доходы обороты были также под 100 миллионов в год но все сжирали расходы какая была ситуация то есть были просроченные долги перед поставщиками причем как это было поставщик который похитрее умудрился вернуть деньги а его товар неликвидный остался у нас на витрине на складе там огромные фитинги которые в жизни никогда не встречал и они в принципе уже не продавались то есть неликвидные остатки непродаваемые которые продать невозможно не было оборотки аренда за наше помещение на троицком тракте была двести семьдесят тысяч рублей в месяц это 2015 году то есть представляете в год более трех миллионов рублей мы платили только за аренду зарплату менеджеры продавали ровно столько чтобы получить себе зарплату учредители стояли последние в очереди и так своих денег и не получали платили банковские проценты были уже просроченные банковские кредиты к тому времени мы платили по 36 процентов годовых только за банковские кредиты вот такое я принял предприятие то есть я год практически пытался с существующим коллективом наладить работу у меня это не получилось пришлось полностью под ноль всех увольнять и заново создавать команду то есть чистого листа я думаю что мне повезло вот именно потому что в этот момент именно в челябинске я встретил колюбина павла анатольевича сейчас это мой партнер мы с ним вдвоем ведем это направление компания котлов федеральная сеть вот встретил пашу и под его крепкое слово мы обнулили коллектив начали с чистого листа вот ребята пятнадцатый год кризиса все вокруг говорят кризис кризис причина того что все идет плохо но мосты были сожжены с семьей я уже переехал и у нас был только один путь стать лидерами стать качественной компанией и сделать бизнес раз и навсегда на всю жизнь то есть все что мы делали это для того чтобы стать компанией которая работает всю жизнь что в принципе мы на сегодняшний день не подтверждаем и то как мы ее настроили восемь лет назад так она спокойно проходит кризисы коронавирусы и прочие прочие потрясения как говорил один мой наставник у нас постоянны только перемены соответственно друзья все эти инструменты которые мы применили вы можете применить у себя бизнесе они применяются в любом бизнесе с валовой маржой более одного миллиона рублей в месяц там это уже работает этим бизнесом можно заниматься напомню формула того бизнеса который вы выбираете она звучит следующим образом ваш желаемый доход умножить на 3 плюс 10 процентов доход который вы хотите умножить на 3 плюс 10 процентов вот в такой бизнес заходить уже можно к ним уже можно работать а выведение бизнеса из конкуренции устранение потерь стандартизация позиционирование что вас будут говорить клиенты это уже дело техники это уже технологии это уже человек люди могут сделать тогда мы стали изучать очень много литературу как же все это делается и в каком-то одном месте централизованном не было информации как компанию настроить мы оптимизировались по принципе по всем статьям но начну первое первое что мы сделали с пашей паша что же нам будет давать силу всегда что нам будет давать силу в любые кризисы как мы поймем для чего мы работаем какой у нас смысл жизни какой у нас смысл деятельности компании да и тогда мы поняли изучали книги там стандартизация малого бизнеса как там сделать предприятие федеральной сетью первое что мы сделали это сделали миссию компании ребят вот я сейчас обращу внимание миссия компании кто-то за штука такая миссия да вот первое что мы сделали это миссия компании мы решили паша если мы забудем все стандарты да чтобы с нами не происходило что будет нам давать силы как вот это вот путеводная звезда всегда нас будет вести вперед что же такое как понять для чего мы вообще работаем как понять как получать благодарных клиентов как сделать так чтобы наш каждый сотрудник знал для чего он работает чтобы у него был смысл жизни вот задумались мы тогда крепко и сделали миссию звучит она следующим образом да слушайте миссия нашей компании до сих пор в каждом нашем филиале все наше обучение в компании котлов начинается с миссии это первое что каждый наш новый партнер изучает для чего мы живем быть нужным и полезным максимальному количеству людей видите такое обобщение неизмеримое да быть нужным и полезным максимальному количеству людей а как именно да делая лучшие системы отопления по стандартам понимаете мы уже поняли что конкретно делать делая лучшие системы отопления и как по стандартам занимаясь любимым делом а когда занимаешься любимым делом не устаешь постоянно развивая свои профессиональные навыки и умения смотрите как звучит да быть нужным и полезным максимальному количеству людей делая лучшие системы отопления по стандартам занимаясь любимым делом и постоянно развивая свои профессиональные навыки и умения меняя отрасль отопления в целом через довольных клиентов представляете ребят как звучит да можно перемотать посмотреть и что же это за такая миссия как бы нас не трясло как бы нас не колбасило мы с пашей садимся и задаем и сейчас себе этот вопрос паша а то что мы делаем мы действительно с тобой в каждом доме в российской федерации таким образом сможем людям обеспечить предсказуемое качество действительно ли то что мы делаем мы не жадничаем мы не скомкались чтобы там не делиться ни с кем стандарт действительно ли мы продвигаем стандарты действительно ли мы людям даем получить качественные системы отопления в каждом доме действительно ли мы партнером даем все инструменты чтобы у них получилось сделать лучшие системы отопления по стандартам через довольных клиентов. Ребят, это ведь очень важные моменты. И вы знаете, что бы ни случилось, вот эта миссия, она как путеводная звезда все время показывает, а куда нам надо двигаться, что нам надо делать. И она стала направлять наши действия. То есть как бы нам не было тяжело. Я вам скажу, что второй критерий, который мне повезло, это поддержка. Вера и поддержка Паши в меня, в то, что мы делаем в совместной деятельности. Мы стали получать благодарных клиентов, когда стандартизировали систему отопления без газа. Да, у нас появились не просто клиенты, они стали нашими друзьями, люди, которые в нас верили и поддерживали. Потому что внутри команды у нас были люди, которые в нас не всегда верили. Я лично сидел в Челябинске в машине и плакал как так. Близкие люди, кому я так доверяю, сказали, у вас нихрена не получится. Понимаете, ребят? И такое даже было в жизни. Так вот, эта миссия, она всегда дает нам силы. Миссия создает потенциал между настоящим и будущим. Она создает эту энергию. Миссия – неотъемлемая часть любой компании, которая собирается стать успешной. Не хапануть денег на три года. А вы знаете, большинство предприятий закрывается на третий год работы. 96% предприятий попадают в банкротство на третий год работы. Представляете? От 80 до 96% околеблется эта цифра. Так вот, первое, что мы сделали, это миссия компании. Хорошо, все по миссии. Вопрос закрыли. Я думаю, что я вам посвятил пользу. Если что-то не договорил, пишите в комментариях, тему более плотно раскроем. Можем миссии посвятить отдельный модуль. Есть у меня определенные технологии, как можно миссию практически у любой компании обрести, сделать, обрести смысл жизни. Есть у меня отдельный курс 12 ДНК бизнеса, где 12 урок – это формирование миссии компании. То есть завершающие 12 ДНК – это обязательная составляющая любого неконкурентного бизнеса. Второе – это то, чего боятся все собственники. Второе, что мы сделали – это делегирование. Как делегировать свои полномочия, чтобы продукт получался такого же качества, как это делаете вы сами. Именно без этой компетенции талантливые люди зависают на уровне самозанятого. Они боятся делегировать, они боятся создавать команду. И для того, чтобы получить такое же качество, ведь мы в тот момент уже поняли, что у нас будут меняться люди, у нас будет меняться какой-то коллектив, будут какие-то монтажники приходить, уходить, а нам надо все равно выдавать стандартное качество и довольны клиентам. Мы стали стандартизировать бизнес-процессы. И для этого мы их описали. И описали мы их, ребят, не так, как учат в книжке, а так, как мы сами поняли. Мы шаг за шагом описали нашу производственную цепочку. Как же мы делаем наши системы отопления и ценным конечным продуктом мы выявили, что такое для нас ценный конечный продукт. Что такое ценный конечный продукт? А ценный конечный продукт, ребят, берется из миссии. Довольный клиент, благодарный клиент. То есть ценный конечный продукт производственной цепочки был довольный клиент. И мы задали себе вопрос, а что значит довольный клиент? Как это? Как это довольный клиент? Так вот, все очень просто. Довольный клиент – это у которого реальность, реальность от эксплуатации системы, от пользования системы на 5% превышает ожидание. То есть не так начисал, наговорил, что все там круто будет работать, и это не совпало с ожиданиями. А реальность должна немножечко на 5% превзойти ожидание. ЦКТ – 5% превзойти ожидание. Больше ожидания. И тогда мы поняли, что мы будем получать сарафанку. А как на 5% превзойти ожидание, это уже можно измерить. Что значит такое? Все тепловентиляторы греют, все приборы отопления греют, соблюдены гидравлические стандарты, система легко ремонтируется, восстанавливается. Мы до сих пор собираем все наши цеха на обычных бытовых насосах, чтобы наш заказчик при желании мог взять и сам своими силами поменять насос, купив там в Леруа Мерлене любой китайский, воткнув, и так же будет работать. Просто китайские работают поменьше, а Грунфусы работают вечно. И второе, что мы сделали, мы описали наш производственный процесс. Начало производственного процесса – это информационное поле, там, где люди о нас узнают. Позиционирование. В позиционировании нужно быть настоящим. В позиционировании нужно показывать, что вы на самом деле делаете для клиентов, чтобы клиент, когда встречает вас в информационном поле, понял, кто вы такие по-настоящему. Позиционирование. Второй модуль был у нас. Как мы связываемся с клиентом, в течение какого времени мы с ним обязательно созваниваемся, потому что если больше часа с клиентом не созваниваешься, он уже находит какое-то другое решение, уходит, перегорает. Если в течение суток не выезжаешь на замер, то уже несерьезная организация воспринимается. То есть первый звонок – назначение встречи. комплектация. Выход на монтаж. Пусконаладка. После пусконаладки сдача объекта в эксплуатацию и архив. Мы начали копить архив для того, чтобы у нас был прецедент. Позже, когда я буду рассказывать, как мы внедрили систему Toyota по качеству, то есть мы до сих пор эксплуатируем все наши объекты, и мы знаем, как ведут все себя нами собранные системы, которые мы собирали по стандартам, принятые семь лет назад. И если какой-то из узлов ведет себя нестабильно, мы меняем стандарт. То есть мы систему так не собираем, которая нас подвела. Если нас один из поставщиков подвел, мы не гонимся с самым дешмоном. Мы ставим стандартное качество, чтобы нас материал не подводил. Если нас один из поставщиков подвел, мы его меняем и больше с ним никогда не работаем. То есть мы с поставщиками уже работаем по семь, по восемь лет. Это тоже, кстати, плюс для тех, кто хочет стать нашим партнером, нашим поставщиком. Попасть к нам непросто, но если вы начали с нами работать, мы будем с вами работать всегда. Мы поставщиков не меняем, не меняем коней на переправе. То есть вот таким образом у нас появился начало производственного процесса, это информационного поля, где клиент ищет какое-то решение для своего вопроса. И завершение производственного процесса, отснятый материал по этому объекту, размещение в архиве, а перед этим переданное в эксплуатацию заказчику с инструктором системы отопления. Все. Описали. Дальше мы задали ценный конечный продукт по каждому из производственных процессов. То есть у нас каждый сотрудник стал понимать, в чем ценный конечный продукт компании, в чем ценный конечный продукт сотрудника. То есть мы вывели из себя измеримые критерии. Мы задали себе вопрос, а как мы поймем, что все идет хорошо? То есть какие точно критерии должны быть соблюдены вот в каждом из процессов, чтобы у нас точно на выходе получился довольный клиент. Вот он, довольный клиент, который приведет еще двух клиентов. То есть нашей целью была сарафанка. Вот, довольный клиент. Архив, прецедент. Для того, чтобы анализировать, вот нам даже сейчас надо, допустим, быстро посчитать котельную, мы ее не выдумываем, мы просто берем прецедент из такого же здания. Котельная у нас всего четыре типа. Мы берем один из четырех листочков, вот цена сразу есть. Последний актуальный берем с последними ценами. Все, мы точно знаем, сколько нам это обойдется. Потому что мы знаем, сколько внутри этого было издержек, мы знаем, какие потребовались дополнительные затраты, сколько кругов там для болгарки, сколько перчаток, сколько дюбелей крепежа, которые никто никогда не предусматривает. Вот. И мы вывели стандарт, получается, исполнение работы. Продолжаю. То есть это первое и второе. Первая миссия, второе мы описали производственный процесс. Третье, что мы сделали. Я напомню, что на момент приезда в Челябинск мы были оптово-розничной компанией. То есть мы только продавали оборудование, его не монтировали. Да? И тогда мы стали задумываться, мы стали задавать себе вопрос, а действительно ли клиент хочет купить только дешевле? Действительно ли клиент хочет купить по самой дешевой цене? И когда мы углубились в этот вопрос, пообщались с нашими заказчиками. Как зал, клиент хочет купить за самые разумные деньги на рынке, но не какой-то отдельный материал, потому что материал то остается на объекте. А у нас, кстати, материал, который остается на объекте, мы возвращаем и возвращаем за него деньги. Это у нас тоже стандарт. Мы поняли, что клиенту нужно не котел, не труба подешевле, не крайники. Он же не знает, как это все собрать, чтобы это все работало. Оказалось, что на рынке отопления людей, которые знают, что они собирают, практически нету. Практически все монтажники молятся перед тем, как запускают объект, лишь бы он начал работать. Да? И тогда мы стали углубляться и поняли, что заказчику, что заказчику оказалось, что клиент хочет не трубы купить, не котел, а он хочет тепло в помещении, которое минимально несет эксплуатационные издержки, то есть, чтобы обслуживание системы практически не требовало никаких денег, никаких практически физических усилий. И чтобы систему раз поставила на всю жизнь, 30 лет, допустим, или 100 лет. Да? А гидрострелки с нержавейки когда ставим, их до следующей цивилизации хватит. Там нержавейка при раскопках можно еще достать. Вот. И таким образом мы сделали продуктовую линейку. Мы выявили три типа клиентов в B2C сегменте. Я не буду писать какие-то клиенты. Три типа клиентов в частных домах B2C клиент. И два типа клиентов отопления без газа. Мы выявили, мы анализировали все наши системы отопления. В то время мы начали монтировать под ключ, мы наняли своих монтажников для того, чтобы знать, что же мы собираем. Потому что, когда мы были оптово-розничной компанией, мы давали там скидку 10-20% монтажникам, ну, так называемые, не знаю, откат-неоткат. Вот. И по факту монтажники собирали всю маржу, а все гарантийные обязательства приходили в магазин. Опять-таки, потери, опять-таки, издержки за счет. И чтобы убрать брак, мы начали монтировать сами, чтобы наши системы перестали ломаться вообще, чтобы оборудование не подводило. Да? Мы увидели три типа B2C клиентов. Вот. И два типа B2B клиентов. B2B – это юрлица, B2C – это физлица. Физлица, они покупают более эмоционально, а B2B – они покупают языком цифр и языком надежности. Они смотрят, сколько у них будет издержек, сколько там выгоды им перенесет. И, как я говорил, наши системы, они из тысячи квадратных метров часто по сравнению с электричеством экономят в 10-6 раз до миллиона рублей в год бывает экономия с тысячи квадратных метров. А с двух с половиной тысяч квадратных метров сами считайте полтора-два миллиона ежегодно просто на ровном месте добывайте денег. Не надо никакие отделы продаж выращивать, там что-то мучиться. Просто можно сократить издержки. Вот такой продукт мы придумали. То есть мы придумали пять продуктов. Все. Это первые три действия, которые мы сделали. Миссия, описали производственные процессы и придумали пять типов продуктов, внутри которых мы уже на основании производственной цепочки могли обеспечить качество. Не сами, ребят. Мы читали книги, мы учились, мы проходили семинары, мы проходили по 150 тысяч обучения, мы читали книги, как создаются франчайзинговые сети, мы изучали американские технологии, мы изучали такие технологии, по которым сейчас работают богатейшие люди нашей страны. Мы просто за деньгами особо не гонимся. Нам главное довольные клиенты и работать в состоянии умеренного стресса. Вы для себя так поняли. Это только первые три критерия, которые мы внедрили. Следующее, сейчас я пока черстить не буду, если будет интерес к этой теме, которую я сейчас затрону. Мы уже начали выведение из конкуренции, позиционирование и устранение потерь. Допустим, вот такой вид, устранение потерь. Избавились от банковских кредитов. Нам, мы перестали вымывать самый оборачиваемый товар со склада и перестали платить проценты за кредит. То есть, в Херакс 600 тысяч миллион дополнительно себе на кредитных деньгах в год добыли. Следующее, мы съехали с аренды, которая стоила 270 тысяч рублей. Сначала в одно помещение за 70 тысяч рублей, потом в помещение за 40 тысяч рублей, а потом в том же месте, где мы сидели за 270 тысяч рублей, мы купили дачный участок и на нем построили свой магазин. Причем, этот дачный участок мы сначала взяли в аренду за 20 тысяч рублей и я провел переговоры и договорились мы, что в конце года мы этот участок выкупим. В конце года. Сначала взяли в аренду на год. И в этот первый год нас прокредитовали поставщики, мы построили на свои деньги кредитными карточками с Пашей, скинулись из контейнеров в магазин, там видели в стиле лофт, очень хороший получился. Вот. Набрали менеджера в команду, расторговались, рассчитались с поставщиками, перешли на работу в предоплату без отсрочек, работали без банковских кредитов, вывески в отсрочку взяли за вывески, рассчитались, рассчитались за магазин, рассчитались за участок. Участок стал нашим, это был итог года нашей работы очень плотной с Пашей, то есть, да, денег мы в карман тогда не положили, но у нас остался участок, магазин, полный товара и работающий, хорошо стандартизированный бизнес, друзья. И это только первая часть нашей истории, как мы строили компанию Котлов. У нас есть критерии, стандарты, качества по сбору команды, с какими людьми можно работать, с кем можно строить команду. Мы очень уважаем своих B2B клиентов, мы очень уважаем B2C клиентов, но B2B клиенты это особые люди, производственники это такие интересные люди, честные, открытые, прямые, деловые ребята. С ними очень круто работать, это люди, которые соблюдают правила и договоренности, это люди, которые держат слово и сами смотрят, как вы держите слово. Перед ними не получится юлить, перед ними не получится притворяться ребеночком непонимающим. Они такого вычисляют сразу и с такими людьми они не работают. Но если ты рядом, ты поддерживаешь, берешь трубку и становишься для них другом и они тебе открывают духу. Вот такой, друзья, опыт у нас по стандартизации компании Котлов. Дальше была еще большая история. Я вам рассказал примерно 30% из того, что мы сделали. Если будет интерес, пишите в комментариях. Борис, продолжи. Борис, расскажи, кто заинтересован в партнерстве. Если в вашем городе нет нашего филиала, пишите в комментариях, связывайтесь со мной, связывайтесь с Пашей Колюбином. Мы с вами будем встречаться. Понятно, не все станут нашей командой, но ребята открытые и порядочные, кто настроен честно зарабатывать деньги, делать довольных клиентов, обязательно станет нашей командой и будет получать себя в регионе довольных клиентов. С нами будем кататься на сноубордах, на серфингах, на кайте, вместе будем путешествовать. Это входит в нашу работу, такая у нас работа, делать качественные продукты, жить лучшую из возможных жизней, друзья. Вот, если было полезно, дайте, пожалуйста, комментариев, мне будет очень приятно и будет задел такой смысл записывать следующие более полезные и интересные видео. Спасибо за внимание, друзья, на связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok